Доброе утро, мои дорогие. Вот я сегодня отдала. Время девять часов, а я сплю. Ну, легла, потому что в два. И то и разбудил меня звонок из РЭСа. Электросети-то эти. Мне так смешно, я только мне вчера звонили. Я сказала показания счетчика, значит. И она сегодня звонит и говорит, а вы почему так много взяли киловатт? Ой, зайки, я не понимаю, как это. Почему вы много взяли киловатт? Я говорю, у меня отопление электрическое. А-а-а. Я говорю, в смысле взяли? Я за них плачу. Я вообще не понимаю. Мало того, что свет вырубают, еще вот такие дедские вопросы задают. Ну, вообще. Меня аж тряхануло прям. Думаю, да ваша мать. Киловатт я много взяла. Ой, о какой контроль за киловаттами. Ну, ладно. Разбудили меня хоть. Я же обычно так не сплю долго. А тут разоспалась. Я просыпалась утром. Маська просился на улицу. Я его выпустила. И опять уснула. Ой. Так, пойду кофе пить. Ну, что, мои дорогие, сейчас вот хочу сделать оттиски вот с молдой. Эти молды из горячего пистолета сделаны у меня года четыре назад. Ну, так они мне как-то и не пригодились. А, ну, а что не пригодились? Потому что не купить здесь было самозатвердевайки. А когда я куда-то приезжаю, забывала, видимо. Вот. Поэтому... Вот так. Так. Вот хочу посмотреть, что получится. Первый раз делаю. Так что уж строго не судите. Сейчас посмотрим, что получится. У меня сейчас Витя приезжал. У меня вчера случилась такая беда. У меня в подвале машинка стиральная стоит на палете. Вот. Ну, палеты, знаете, да? А почему? Потому что когда-то, года три назад, наверное, затопился подвал, сломался этот, как он называется, который воду качает из скважины. Короче, затопился у меня подвал. И машинка... Ей года не было. Так жалко, дорогая машинка. Сгорела. И поэтому мы подумали и поставили эту машинку, другую стиральную, на палету. Ну, да, она там, когда что-то не так, она, бывало, там сползала, ножка проваливалась в эту... Ну, в щели-то у палеты. Ну, когда мне ещё мазька затопила подвал, я была очень рада, что она стоит на палете. А вчера я стирку положила. Сейчас я возьму, мужичек. И поехала в магазин. Приезжаю из магазина. Думаю, ну, ладно, пойду стирку заберу. Так, не знаю, как вот срезать или как. Вот. Ну, чего. Захожу в подвал. У меня из трубы хлещет вода. А машиночка моя лежит на полу, извините, на морде. То есть она упала прям вот этой лицевой частью на пол с палетой. И вода хлещет, потому что... Шланг выдрала из трубы там, где она. То, что я расстроилась, это... Ничего не сказать. Позвонила Вите. Ну, попробовала сама её поднять. Ну, естественно, я же не могу её поднять. Позвонила Вите. Он не мог вчера приехать. Говорит, жди до утра. Сегодня с утра приехал, поднял. Включил. Светится она. Светится, но разбилась. Ну, она, когда наклонилась, выскочили вот эти... Куда засыпаешь, порошок стираю. Ну, вот сейчас поехал в магазин за шлангом. Шланг новый купить. Будет... Не пойму, вот это вот, что у меня тут. Так, чтобы так, вот такие случаются неприятности. И очень, конечно... Сложно это всё. Ещё у меня уехал в командировку жилец мой. Ну, и поэтому... Вот, видите, одна надежда. Так. Ну, ладно. Сейчас попробуем вот эту тыковку сделать. Так что вот такие бывают у меня неприятности. Ну, сейчас посмотрим. Будет она работать? Нет. Потому что покупать новую машинку, мои планы... Ну, никак не входило. Так что вот так, мои дорогие, пожаловалась вам. А вчера я не знала, что говорить. Чего она? Будет работать? Не будет. Ну, оно и сейчас ещё непонятно. Всё-таки, ладно, хоть светится. Так, мои девочки. Затвердевайку надо обязательно сразу убирать. без доступа воздуха, иначе она моментально засохнет. Ну, что, попробуем? Ну, что, попробуем? Ещё подождать. Давайте я подожду ещё хотя бы минут 15. подождать. Ну, что, это как всегда эксперименты, поэтому с этой вообще вытащить невозможно, потому что она практически не гнётся, а размер большой. А вот тыковка более-менее получилась. Надо ещё раз попробовать сделать, может быть, для какого-нибудь декора пригодится. Сейчас я это уберу и буду декорировать банку стеклянную. Шла я вчера по рынку и валяется на земле вот такая штучка. От фруктов, наверное, да? Думаю, так, есть у меня баночка вот такая. А ну-ка, если я её попробую одеть в эту сетку, что у меня получится. Надо было бы чуть-чуть подлиннее, да. Так, сейчас пистолет нагреется. Да, вот такая вот я всё подбираю. Так, я думаю, что нужно закрепить... Он ещё не нагрелся. Закрепить на донышке и на горлышке. Вот эту штуку. Раз. Ну, давай уже грейся, у меня же работает камера. Так. Сейчас вот так потихонечку. Так. Ну, принцип понятен, да, мои хорошие? Сейчас я всё это закреплю. Покажу. Стою на остановке. Вот каждый раз идёшь на остановку и не знаешь, приедет маршрутка или нет. Ну вот... Три минуты до неё, а её ещё и с той стороны нет. Она же должна вот тут доехать туда, там до конечной, развернуться и сюда приехать. Не знаю. Ну, чё? Снег, прям снег обещают с дождём. Чё-то ни снега, ни дождя нету. Ну, холодно. Ну, я имею в виду, для Крыма холодно. Хм... Хм... Понятное дело. В Питере он с небу сколько. И холодно, и в Мурманске тоже самое. Ну, тут-то юг, поэтому как-то по-другому. Ну, ожидания, во всяком случае. Но ожидания и реальность не всегда совпадают. Пришёл. Вот сейчас он доедет до конечной, одну остановку. И вернётся. Ладно, поехала я за картошкой. Хм... Сейчас опять наберу какой-нибудь ерунды. Я ещё с утра ничего не ела. Я говорю, вот привычка. Кофе попью и всё. А время-то уже почти час дня. Сейчас буду хватать всё без разбора в магазине. Хм... Главное, дома, пока делами занята, как-то и не чувствуешь, что есть хочется. Стоит вот или выйти на автобус, приехать в магазин и всё. Ой, а оно ведь и то нельзя, и всё нельзя, и это не надо бы. В результате набираешь какого-то дерьма, который потом и не ешь. Хм... Хорошо у меня Маська помогает. Куплю каких-нибудь сосисок вот это. А он их очень любит. Хм... Ай, не могу. Ну, ладно. Сейчас автобус вернётся и поеду. Хм... Сила воли плюс характер. Сходила в Икею. Ну, у нас маленький тут магазинчик привозит из Икеи. Всё посмотрела и ничего не купила. Аж сама собой горжусь. Хм... Теперь бы ещё тут бы так. Купить только то, что нужно. Толик меня привёз. Ну, я сильно сегодня не разгуливалась. Хм... Постаралась держать себя в руках. Открываю калитку, а у меня вот что тут. Это значит, Витя приезжал. Он знает, что мне пенопласт нужен всё время. А вон там ещё кусок валяется. Хм... Кинул через забор. Получите-распишитесь называется. Ой, мойвочку купила. И прям такую хорошую, не старую. Обычно бывает такая вот. Тут мойва старая. Мм... Сейчас буду мойву жарить. Хм... Меня прям всё то хамса, то моего. Ну, я люблю рыбу. Я рыбу причём люблю такую, ну, к которой привыкла в Мурманске. Черноморскую я не очень. Ну, а чё? Нет у меня к ней привычки. Так... Ой, мои рыбоньки. Сейчас начала читать комментарии. И мне Ирочка Гнеденко написала, что всё как надо, и пусть весь мир подождёт. Боже мой! Как будто мысли мои прочитала. А я всё время так про себя говорю. И пусть этот мир подождёт. Хм... А я сижу моего ем с картошкой. Ха... И радуюсь. Водичку мне привезли. Ой... На улице вроде бы должно тепло быть. А ветер холодный. Я в этом пуховике хожу. Ну, что сделал меня, видите, машинку. Работает. Единственное, вот это разбилось. Впереди вот это пластиковое. То есть теперь порошок надо засыпать просто в машинку. А так работает. Ну, посмотрим сейчас вот. Положила бельё в стирку. Он говорит, ты ходи смотри. Не бывает так, чтобы ничего не ломалось, правда? Но прям стресс вот. Как чего... Не знаю, это я с возрастом, что ли, такая стала. Ой... Боже мой, а как у меня всё это выгорело-то. Вот какое солнце-то тут. Ой... Ведь в том году рисовали, дорисовывали. Всё вообще... А что он к солнцу так... Севастополево на дне буквы. Передние видно. Сейчас Витя поедет её в Патурю. Ещё раз заедет в магазин. Насчёт белого цемента. Вон ещё цветочки расцветают. Рябчики вылезли. Ну, всё равно дело к весне идёт. Ну, всё равно дело к весне идёт. Ну, что, вот прошло полчаса. Девочки звонят мне в калитку, приезжают знакомые и говорят, забирай. Я говорю, в смысле? Забирай. Алабай. Десять месяцев. Огромный. Огромный конь. Огромный. Ну, видимо, они с ним сами не справляются. Я говорю, нет, ребят, вы меня простите. Я искала такую собаку три года назад. Когда у меня был во дворе мужик. Сейчас я уезжаю каждый месяц. Кому? Я на кого его оставлю? Вы что, с ума сошли? Он в кого превратится? Дикий вот этот вот, блин, сумасшедший. Вы что? Ой. Расстроилась? Не могу. Я не могу взять на себя такую ответственность. У меня кот шляется неизвестно где. А то, Алабай, вы что, с ума сошли? Нет. Субтитры сделал DimaTorzok